МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в среду, 18 июля. В студии работает Андрей Тенн. Это аккуратко о главных событиях. Сердобольные люди или чужая семья потемки? Жители Тимиртау возмущены тем, что мать бросила своего сына на дороге, а сама пошла загорать на пляж. Но не все так однозначно. Ярким фаер-шоу, песнями и фейерверком завершился первый день республиканского военно-патриотического сбора Айбен. Более 500 подростков со всего Казахстана собрались на полигоне учебного центра «Спаск». Еще не все потеряно. Новый главный тренер футбольного клуба «Шахтер» болгарский специалист Николай Костов рассказал о своих планах. И теперь подробнее об этих и других событиях. Девятилетний ребенок едва не погиб на железной дороге. В Тимиртау семейный отдых чуть не обернулся трагедией. Мама, не сумевшая успокоить своего ребенка, оставила плачущего сына без присмотра. Мальчик провел некоторое время, сидя на рельсах, пока неравнодушные люди силой не оттащили его от железной дороги. На этих кадрах видно, как две девушки буквально вырвали мальчика из рук смерти. Видео, появившееся в соцсетях, вызвало волну негодования. Как стало известно, случай произошел на базе отдыха «Солнечная лагуна» в Тимиртау. Свидетели происшествия увидели девятилетнего мальчика, который сидел на рельсах. По рассказам очевидцев, рядом с ним не было никого из взрослых. Неравнодушные люди силком оттащили мальчика, который в истерике вцепился в рельсы. Ирина этот день вспоминает с ужасом. После случившегося ей пришлось пообщаться и с полицейскими, и с сотрудниками органов опеки. Ирина одна воспитывает двух сыновей. По ее словам, в тот злополучный день младший сын начал капризничать и отказывался куда-либо ехать. Однако до базы отдыха семейство все же добралось. Ирина уверяет, что отлучилась всего на 10 минут, чтобы перенести вещи в беседку. Женщина жалеет, что оставила сына одного. Его поведение Ирина списывает на сложный характер и психологические особенности устройства ребенка. Конечно, моя вина, что не надо было сразу же идти в эту беседку, надо было как-то поговорить. Но я знаю своего сына, что именно психологически ему нужно успокоиться самому. Ну, то есть, есть другие детки, которого подойдешь, погладишь, и он пойдет. У меня такой старший сын, а младший у него, он такой же характер, как и я. Мне тоже нужно оставить одну, успокоиться. И потом я сама отхожу и уже вернусь туда. Видео с плачущим мальчиком привлекло внимание не только пользователей интернета, но и специалистов отдела образования. Они совместно с органами опеки наведались в дом Ирины, чтобы узнать, в каких условиях живет семья. В 14-м лицее, где учатся сыновья Ирины, о семье отзываются хорошо. Классные руководители отзываются о семье положительно. Дети никогда не пропускали занятия без уважительной причины. Поэтому мы сейчас, конечно, будем с мамой тоже проведем беседу. Главный специалист по опеке и попечительству Галины Николаевны проведет беседу с мамой. И будем выяснять вчерашнее обстоятельство. Несмотря на положительные отзывы, сотрудники органов опеки отметили, что отныне семья будет находиться на контроле, так как случившееся расценивается как опасные условия для содержания детей. Заявления специалистов не беспочвены, ведь в большинстве случаев дети подвергаются опасности, оставшись без присмотра родителей. Тохжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 18 июля Акимом Октябрьского района Караганды назначен Кожухов Мейрам Муратович, бывший заместитель Акима Сарани. Кожухов Мейрам Муратович родился в 1972 году в городе Сарани. Имеет два высших образования – юридическое и техническое. В 20-летнем возрасте он уже стал руководителем коммерческой организации. С сентября 1992 по январь 1994 работал исполнительным директором фирмы МК «Люкс». С 1999 по 2001 год занимался предпринимательской деятельностью. А с 2001 по 2005 – главный специалист отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма города Сарань. С февраля 2005 по июнь 2005 временно исполнял обязанности заведующего отдела земельных отношений Сарани. А с июня 2005 по июль 2010 работал Акимом поселка Актас. С июля 2010 года и по настоящее время работал в должности заместителя Акима города Сарань по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связей. Продолжаем выпуск. Ярким фаер-шоу, песнями и фейерверком завершился первый день республиканского военно-патриотического сбора Айбын. Более 500 подростков со всего Казахстана собрались на полигоне учебного центра «Спаск» на традиционное мероприятие. Опасные взрывчатые вещества, например, в опасных зонах брать и переносить в другие места. Юные изобретатели представили на суджюри множество роботов собственной разработки. Стоит отметить, что все роботы предназначены для помощи и спасения людей. Конкурс «Мой робот» – это один из этапов республиканского военно-патриотического сбора Айбын-2018. Продолжилось мероприятие мега-арт-фестивалем «Голосящий Айбын». Самые творческие участники команд исполняли на сцене песни и танцы. Все выступления объединяла патриотическая тематика. А вечером состоялся традиционный вечер у костра. Юные солдаты, организаторы и гости стали участниками огненного представления, танцевали и пели под гитару военные песни. В ходе вечера участники сбора задавали гостям каверзные вопросы и получали не менее остроумные ответы. К примеру, у Акимобласти Ерлана Кушанова спросили, какие книги в детстве читал глава региона. «Разные мои книги в разном возрасте. Когда в твоем возрасте я читал уже про любовь. Это без шуток, если не надо. Я эту книгу до сих пор помню. Эта книга называется «Вчерёв Калауды. Выбор сердца». Эту книгу я нашёл через 25 лет, ещё раз перечитал. Первый день завершился красочным фейерверком. Организаторы уверены, что прошедшим вечером юные патриоты получили высокий заряд энергии, которым они воспользуются на остальных этапах военно-патриотического сбора «Айбым-2018». Впереди у юнормейцев соревнования по военно-прикладным видам спорта, интеллектуальные игры и многое другое. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасёт их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Техническое перевооружение промышленных предприятий и диверсификация производства позволит значительно уменьшить вредные выбросы в окружающую среду. Это отмечено в стратегическом плане, которое разработало Министерство охраны окружающей среды. В областном департаменте экологии обсудили этот план с природопользователями. 590 тысяч тонн. Именно столько вредных веществ выбросили в атмосферу все промышленные предприятия Карагандинской области за прошлый год. Казалось бы, это очень многое, однако статистика демонстрирует снижение объема выбросов по сравнению с 2016 годом. В нынешнем году экологи ожидают объем выбросов примерно на прошлогоднем уровне. Политика нашего министерства по стратег-плане прописана. Основную работу будет проходить по снижению нагрузки на окружающую среду. Это использование нашими предприятиями новых технологий, очистных сооружений. В этом вопросе мы ежедневно проводим мониторинг по всем предприятиям и ежемесячно заслушиваем каждое крупное предприятие по области. Есть определенные сдвиги и достигаются общие цели стратегии министерства. Основные загрязнители нашего региона – металлургический комбинат «Арселор Митал Тимиртау», заводы корпорации «Казахмыс», угольные и горнорудные предприятия. Представители компаний на встрече отчитались в своей работе в плане уменьшения эмиссии в окружающую среду. Тем не менее, представитель «Арселор Митал Тимиртау» заявила, что значительного уменьшения объема выбросов добиться очень трудно. Вы понимаете, что процесс металлургии напрямую связан с высокими температурами и процессами окисления, выбросами СО. То есть вот из всех выбросов комбината, скажем, 221 тысячу за прошлый год, 65% – это выбросы СО. Хотим увеличить производство, значит мы будем иметь, соответственно, увеличение выбросов СО. Значит уменьшить производство, соответственно, уменьшить, значит надо, ну то есть будут уменьшены выбросы СО. Но подобное объяснение не удовлетворило экологов. В департаменте отмечают, что предприятия продолжают нарушать экологическое законодательство. Только за первое полугодие выявлено 115 нарушений. Наложено штрафов на сумму более 25 миллионов тенге. Сумма ущерба окружающей среде свыше 2 миллиардов тенге. И все же взыскание штрафов – это не основная задача департамента, заявляют экологи. Главная цель – снижение вредного воздействия на окружающую среду. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Специалисты Международного комитета Красного Креста прибыли в Караганду, чтобы провести тренинг для карагандинских врачей. Специалистов будут обучать экстренным врачебным действиям при обширных травмах. В ходе четырехдневного тренинга местные врачи прослушают курс лекций и примут участие в практических занятиях. Количество дорожно-транспортных происшествий в Казахстане, как и во всем мире, не идет на спад, а увеличивается в разы. По этой причине особо ценится умение врачей оказывать помощь пострадавшим быстро и умело. Для таких случаев существует несложный алгоритм действий. Ему и планируется обучить карагандинских врачей в рамках четырехдневного тренинга, организованного региональным представительством Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии. Меморандум о взаимном сотрудничестве с данным комитетом, чья штаб-квартира находится в Женеве, был подписан в 2013 году. С тех пор зарубежные специалисты делятся своими опытами и знаниями с казахстанскими коллегами. Вот уже в течение нескольких лет, в течение пяти лет точно могу сказать, что мы проводим в Казахстане тренинги с участием международных наших коллег. Название этого тренинга – экстренные врачебные действия при обширных травмах, что считается, в общем-то, очень актуальным в современном нашем представлении. Данный тренинг на базе клиники имени Макожанова проводится во второй раз. В этом году приглашенным гостем стала хирург Международного комитета Красного Креста доктор Бива Шима. Она отмечает, что ничего сверхъестественного от специалистов не требуется. Главное – сохранять последовательность действий в первые 20 минут, которые являются самыми важными в оказании первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Доктор Бива Шима будет обучать не только реаниматологов, травматологов, фельдшеров, но и пять местных тренеров. Впервые в республике подготавливаем международных своих тренеров. То есть одно из важных, как сказать, новшеств этого мастер-класса – то, что мы готовим своих тренеров, которые потом дальнейшим и планируем каскадным методом будут обучать всю нашу область действия при таких ситуациях. Тренинг состоит из теоретической и практической частей. В завершении каждый из участников получит сертификат международного образца. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Благотворительный концерт с участием звезд отечественной эстрады состоялся в минувший вторник во Дворце культуры Горняков. Масштабное мероприятие было организовано фондом «Осы Ладам», который строит дом для восьми карагандинских семей, оставшихся без крыши над головой. Начало благотворительному концерту положил автопробег, который был организован днем ранее. Подобным образом фонд «Осы Ладам» призывает карагандинцев совершать благие дела и протягивать руку помощи. Также в ходе автопробега жители и гостей города информировали о проведении масштабного концерта с участием звезд казахстанской эстрады. В переполненном зале Дворца культуры Горняков собрались все, кто неравнодушен к бедам окружающих. Концерт начался с видео, в котором говорилось о деятельности фонда. Фонд «Осы Ладам» строит дома для тех, кто по определенным причинам остался без крыши над головой. Силами фонда на севере Казахстана были восстановлены десятки домов, пострадавших после наводнения. В Караганде благотворительный фонд планирует возвести трехэтажный жилой дом по улице Седова. Ранее пожар, вспыхнувший в жилом доме, оставил без жилья 8 семей. Основатель фонда Кональбай Шукенов рассказал о том, как идет строительство. Дом снесли, проводятся экспертные работы, проектирование, согласование и оформление земельных документаций. По срокам я не могу определить, но самое главное мы хотим завершить в этом году. Идею проведения благотворительного концерта поддержали и отечественные звезды. В их числе – Каракат Ихадерале, Алтанай Жоробаева, Индира Раслхан и Мадина Садуакасова. Певица Алтанай Жоробаева рассказывает, что старается не пропускать подобных благотворительных мероприятий. Сердце разрывается, когда видишь, что есть множество людей, нуждающихся в помощи. Спасибо тем, кто занимается благотворительностью и помогает таким семьям. Если у меня есть время, я всегда соглашаюсь на участие в таких мероприятиях. Добрые дела ценятся всегда и везде. Никогда не следует это забывать. Восемь семей, ранее проживавших по адресу Седова, 42, до конца этого года смогут заселиться в новые квартиры. Стоит подчеркнуть, что вместо сгоревшего двухэтажного дома на карте города появятся трехэтажные. Ключи одной из четырех квартир подарит малоимущей семье, которую выберут методом голосования. Еще одну квартиру дадут тому, кто в той или иной мере помогал воздвигать этот дом. Болгарский специалист Николай Костов назначен главным тренером карагандинского футбольного клуба «Шахтер». Он уже несколько дней находится в Казахстане. Также Николай Костов присутствовал на последнем матче «Шахтера» в Астане. О своих планах на оставшийся сезон он рассказал на пресс-конференции. Я верю, что назначение нового тренера приведет клуба «Шахтер» к лучшему результату, изменить ситуацию только к лучшему. Хорошо знакомый на Украине болгарский специалист Николай Костов отныне до конца сезона является главным тренером карагандинского «Шахтера». Необходимо отметить, что сегодня клуб находится в опасной зоне и может вылететь из премьер-лиги. Николай Костов уже посмотрел матч «Астана-Шахтер», который завершился победой столичного клуба со счетом 2-0 и сделал определенные выводы. И главный из них – подняться по турнирной таблице будет очень сложно. В последующем чемпионате неминуемо будет сложно, потому что нет времени заработать, нет времени как в подготовительный период поэтапно работать. Но я надеюсь, что быстро адаптируюсь с людей, которые доверились, с тренером, который буду работать, от этой команды, с игроки, естественно. Полностью буду в расположении на клубе и буду стараться на максимум, чтобы были хорошие изменения, в хорошее направление. И команда вышла от этой ситуации, в которой находится. Нет смысла много говорить, так что еще раз спасибо за доверие и надеюсь, что все будет хорошо. Отвечая на вопросы журналистов, Николай Костов заявил, что пока не готов ответить на самый главный вопрос, что необходимо изменить для того, чтобы исправить ситуацию, но пообещал, что приложит все усилия для улучшения положения команды. И еще раз повторяю, я должен адаптироваться в клубе быстро, потому что сейчас есть связательный период, и разговоры много не нужны сейчас. Как сказали, надо работать, надо адаптироваться, надо взять информацию от тех людей, которые будут адаптировать меня быстро в команду. И когда начнет этот рабочий процесс, тогда можем огласить и по трансфере, и по всех вас. И будем сотрудничать, естественно, и будет все, надеюсь, хорошо между нами. Последним местом работы 55-летнего Костова была киевская сталь. По данным спортивных аналитиков, в данный момент в Казахстане работают три болгарских тренера. Станимир Стоилов возглавляет сборную, Димитр Димитров Херу возглавил Павлодарский Иртыш, а в Казалородинском Кайсаре работает Стойчо Младенов. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова